Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройко и Шитьё. В прошлый раз мы с вами затронули очень интересную тему, когда у нашей барышни, девушки, женщины есть достаточно большой ярко выраженный выступ грудных желез. То есть совсем нет никакого животика. Как это сделать? Мы с вами построили базовую конструкцию. Сейчас мы смотрим это на примере моей ученицы Танечки. И мы достраиваем наш жакет, приступаем непосредственно к моделированию. Что нам нужно выкроить из ткани, потому что это всего лишь базовая конструкция. И мы проверили контрольные числа, убедились, что мы вышли на то, что нам нужно. Продолжаем работу дальше. Итак, по техническому эскизу у нас есть вот такой вот бачок отрезной, который выходит откуда-то из проймы. И в него уже закрывается талиевая выточка. Поэтому, пожалуйста, мы это с вами сделаем. Где мы его выберем? Выбирают обычно вот там, где и рассматривают это как продолжение вот этой вот боковой выточки. Давайте возьмем лекало и попробуем нарисовать очень красивое вот такое вот продолжение. Ну, я думаю, что оно получится у нас вот так. Вот так мы нарисовали продолжение. Значит, вот этот, это контрольная точка, сразу отмечаем. Вот это у нас боковая часть будет. Так, достраиваем, чтобы это бы выглядело вот таким вот рельефчиком. Выточка эта выбросится, конечно, и боковая часть готова. Спинка готова, мы с ней ничего делать не будем. Нам осталось вот эту выточку перенести в остаточную выточку. Мы из вершинки рисуем эту выточку на наш, новое желаемое положение выточки, на наш вот этот вот рельеф, который мы только что построили. И сейчас попытаемся посмотреть, перенести контуры, закрыть вот эту вот большую выточку. Для этого мы возьмем с вами кальку. Ну, вот мы с вами перевели вот эту центральную часть на кальку. Разрезали по новому положению, по выбранному выточку. И, конечно, закрываем эту старенькую выточку. Аккуратненько. И подклеиваем. Можно вот так вот положить. Давайте другим цветом мы оформим изменившиеся участки. Причем, пройма, контрольная точка, выточка, выточка, выточка. Вот так теперь выглядит. Ну, немножко ее укорачиваем, как всегда. Повторяю, вот это можно делать только в очень мягких тканях. Это контрольная точка. Ну, и так далее. Я думаю, вы меня поняли. И еще здесь обязательно будет присутствовать вот эта вот большая широкая выточка, которую мы заберем. И она нам позволит получить желаемый результат. Вот так мы смоделировали с вами вот эту нашу переднюю половинку. Ну, а бочок, вот он остался тоже без этой выточки, конечно же. И этой выточки нет, и этой выточки не будет. Я думаю, дальше остальное вам все понятно. Давайте еще разберем, как я построила стоечку. Раз уж мы для этого, раз уж мы вот именно по этой модели до конца работаем. Смотрите как. Для того, чтобы построить стойку, мы из точки А восстанавливаем прямой угол. Его длина этого отрезка равна длине горловинки. У меня 9 сантиметров. Горловинки спинки, вот это измеряем и сюда откладываем. Высота стойки у меня 3 сантиметра. Второй перпендикуляр строю. И третий перпендикуляр вниз, тоже 9 сантиметров. Вот получился воротничок сзади. А теперь просто-напросто беру и соединяю. У нас застежка с Танечкой была где-то под грудью. Поэтому я эту линию веду спокойно вот сюда. Дальше получаем мы, уже обведем до конца нашу полочку. Вот так. То есть вот таким вот простым образом вы можете сделать то, что вам нужно. Ну давайте для красоты уже это тоже нарисуем вот таким красненьким цветом. Вот собственно и все, что нужно знать для того, чтобы вы смогли обеспечить хорошую посадку. Этот прием можно применять и в пальто, и в платьях, и в жакетах, и где угодно. Ведь я могла нарисовать любую длину. И всегда у вас будет сидеть это все безупречно. Вот так выглядит, значит, мы вводим впереди вот такую вот полувыточку. Или полурельеф, который должен проходить до самого низа. И очень часто такие фигурки любят носить платья, одежду с отрезной линией талии. Потому что когда талия отрезная, вот этого шва до конца вести не нужно. Вы оставляете его до линии талии, а юбочка у вас пойдет обычная. Вот и все. Вот так часто, вот такую одежду, максимально, она максимально подходит таким фигуркам. А сейчас нам осталось еще построить рукавчик, чтобы картина была у нас полненькой. Итак, рукавчик у нас обыкновенный, вточной. Для того, чтобы построить рукав, тоже расскажу скороговоркой. Мы рисуем линию низа, затем мы рисуем перпендикуляр, на нем откладываем длину рукавчика. От длины рукава мы откладываем вниз высоту оката рукава, она у меня 16. Почему? Потому что вертикальный диаметр проймы 18. А влево и вправо откладываем мерочку обхват плеча плюс прибавка. У нас 30 плюс 4, 34 значит 17. И оформляем вот эту линию ширины рукава под проймой АВ. По линии низа мы откладываем мерочку, ширина рукава внизу. У нас 24 сантиметра, значит по 12. Раз и два. И соединяем. Получается у нас вот такая вот история. Теперь мы оформляем макат рукава. Для этого переднюю половинку делим пополам, вот этого отрезка АО, а заднюю делим на три части. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляр. На задней половинке 1,5 сантиметра, на передней по 2 сантиметра. В нижней части вниз, в верхней части вверх. Два вот этих перпендикуляра соединяем. Вот такой линии. Берем лекало и рисуем головку. По касательной. Сюда. Оформляем вот эту часть, пытаясь уместить одновременно три точки. Так. Переворачиваем наше лекало вниз головкой. И дорисовываем вот эту часть. Французское перо вам всегда в помощь. Оно прекрасно справляется с этой задачей. Ну и конечно мы должны оформить рукавчик заушенный книзу. Значит нам нужна локтевая выточка. Для этого от точки О вниз откладываем вот сюда 32, 33 сантиметра. Я 33 взяла, у Тани 33. Это будет линия локтя. Делим вот этот отрезочек пополам. Откладываем сюда 1,5 сантиметра. Можно 1,7 отложить. И стороны выточки продолжаем немножко вправо. Если мы зашьем эту выточку, значит длина у нас сократится. Стало быть нужно ее компенсировать. Находим серединку вот этого отрезка и переоформляем линию низа. Затем нам нужно выбрать безымянную точку и узнать сторону выточки. Длину верхней стороны выточки. Кладем линеечку вот так и соединяем сюда. Затем измеряем одну сторону. Укладываем такое расстояние на другую и дорисовываем наш рукавчик. И самое последнее. Мы выполняем перевод нижней части рукава влево на величину, на вот эту величину выточки. Сюда влево отложили, где-то около 1,5 сантиметров, чуть больше. Переоформили. Так. Затем от локтевой точки отложили влево. Вот так. И линию серединки тоже переоформили и положили вот сюда. Вот таким образом мы оформили этот рукав. Говорю с короговоркой, потому что то же самое отношу вас в свой плейлист «Уроки моей жизни» к тому блоку, который называется «Модный приговор своими руками». Там подробно-подробно все это рассказано. Ну и у нас с Таней был рукавчик двухшовный. Ссылочка на построение двухшовного рукава тоже будет ниже. Я уже дважды рассказывала об этом на своем канале, поэтому повторяться здесь не буду. Скажу только главное. Суть быстренько в нескольких словах, чтобы ваше внимание не задевать. Значит, мы находим серединку вот этого отрезка, ставим точку. Находим серединку этого отрезка, она уже есть. И находим серединку вот этого отрезка, ставим точку. Вот это по линеечке соединяем эти точки друг с другом. Вот это место для заднего шва, который будет проходить, который является задним локтевым перекатом и который проходит через локоток. Закрываем вот эту выточку, она открывается вот сюда куда-то вниз. Затем выбираем место для переднего шовчика. Он обычно сводится ближе к нашему шву. Здесь я взяла 4 см, внизу я взяла 3 см. Отрезаете вот этот кусочек, достраиваете вот сюда справа и еще добавляете прогибы. Подробно об этом прогибы вот здесь, вот в этих вот участках. И подробнее об этом вы прочитаете. Давайте я уже их так нарисую. Как будет выглядеть, чтобы вы убедились, что это все действительно будет очень красиво, привлекательно. Когда работаете с лекалами, старайтесь их вот так же, как я, крутить, вертеть, как угодно, лишь бы найти красивые вот такие формы. Вот видите, какая линия пойдет уже для нашего рукавчика. И вот эту часть я тоже чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот увеличиваю. Вот средняя верхняя часть рукава уже начинает приобретать вот такой вот ярко выраженный поворотик, что прекрасно обеспечивает нам нашу посадку. Вот, собственно, и все, что хотела я вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч! До новых встреч!